регулируем полотно на беговой дорожке физкульт привет с вами сергей и сегодня поговорим о том как регулировать полотно на беговой дорожке чтобы она не затирала не шумела и не пищала во время тренировки вот я сымитировал съезжание полотна до в левую сторону то есть она у нас уходит влево сейчас затирает вот здесь вам это наверное непонятно где затирает но визуально здесь у нас совсем нет зазора здесь у нас очень большой зазор видите палец мой влазит здесь здесь он не пролазит у нас смещение полотна влево дальнейшем при регулировке буду говорить по ходу движения то есть если имею ввиду левый винт то это если вы стоите лицом в дорожке с левой стороны будет левый винт с правой стороны будет правый винт регулировки винты вот они здесь находятся вот один здесь винт шестигранный вот здесь 2 винт под шестигранник что нам нужно сделать чтобы вернуть полотно по центру чтобы она стояла у нас уходит влево соответственно мы крутим левый винт запомните куда уходит полотно тот винт и крутим если бы она у нас уходила вправо мы бы крутили правая по правый винт вот уходит у нас слева мы берем ключ шестигранный вставляем его и крутим по часовой стрелке обязательно сторону натяжение полотна я делаю примерно вот один оборот ничего не изменилось еще пол оборота делают еще пол оборота то есть два оборота полных я сделал жду теперь ждем оно должно потихонечку у нас выравниваться то есть вот здесь вал мы его натянули и соответственно полотно должно выход выравниваться сейчас начать вот я уже по зазору вижу что она начинает смещаться у нас то есть вот видите и звук пропадает это говорит о том что полотно начинает выравниваться но в таком положении оставлять его нельзя то есть я имею ввиду винт этот она сейчас у нас все время будет уходить и со временем она будет затирать уже с правой стороны то есть нам нужно немножко посидеть сейчас и посмотреть ну вот она еще не выравнивалась то есть здесь зазор есть здесь с этой стороны зазора нету зазоры между полотном и площадкой я смотрю просто по зазорам кстати еще мы не докрутили здесь зазор есть здесь нет зазора можем сделать еще пол оборота вот и смотрим по зазору снова таки сидим спокойно никуда не торопимся просто ждем пока у нас не выравнивается зазор то есть пока здесь и здесь у нас не станут одинаковые зазоры вот сейчас они выравнивались зазоры одинаковые смотрим если она все таки будет смещаться дальше вправо то нам нужно будет ключ чуть-чуть на четверть оборота повернуть против часовой стрелки теперь уже вот она уходит все таки вправо здесь появляется уже зазор здесь она уже нет зазора то есть мы возвращаем чуть ключ на четверть оборота и теперь просто сидим и ждем просто смотрим чтобы зазоры были одинаковые в течение времени чуть-чуть появляются здесь еще чуть-чуть чуть-чуть по часовой стрелке и смотрим зазоры смотрим зазоры то есть если появляется у нас зазор здесь то есть расстояние больше между полотном и декой это говорит о том что дорожку полотно уезжает влево если у нас нет зазора здесь появляется зазор это говорит о том что дорожка уезжает вправо само полотно беговое наша задача его поймать вот этот момент когда она посередине то есть вот сейчас она никуда не уходит вот сейчас она одинаковый зазор как здесь расстояние так и здесь одинаковая зазор абсолютно одинаковый с двух сторон вот в таком положении в принципе мы его и оставляем ребята еще раз если у вас беговое полотно ушло к примеру в левую сторону либо в правую неважно то вам нужно подкручивать регулировать именно ту сторону в которую она уходит то есть вы должны регулировать полотно в степень в натяжении чтобы она не ослаблялась а все время в сторону натяжения то есть если у вас она уходит вправо то вам нужно натянуть правый край если уходит в левую сторону вам нужно крутить винт левый винт на беговом полотне то есть с торца которая находится как это сделать я только что показал на этом я думаю вопросов с регулировкой бегового полотна не должно возникнуть но если все-таки будут можете писать в комментариях я обязательно отвечу но с вами был сергей детюк если видео было интересным и полезным я надеюсь кому-то я помог ставьте лайк можете подписаться на канал все модели тренажеры вы можете посмотреть на нашем сайте мускул шок где я в частности могу тоже проконсультировать подсказать какой тренажер вам подойдет помогу с выбором заходите на сайт смотрите подписывайтесь на нас в соцсетях ютубе с вами был сергей детюк да прибудет с вами сила пока пока